Здравствуйте, уважаемые химчане! Я хочу рассказать вам о новых дополнительных мерах по борьбе с распространением коронавируса, которые были приняты 29 марта губернатором Московской области. Это решение предполагает ужесточение режима самоизоляции и, безусловно, направлено на сокращение рисков заражения. Мы обеспокоены ростом числа зараженных. Уже с пятницы прошлой недели количество подтвержденных случаев увеличилось. И наша главная задача на сегодняшний день – сработать на опережение. Главная опасность коронавируса в том, что скорость распространения очень высокая. Им легко заразиться намного легче, чем обыкновенными вирусными заболеваниями, с которыми мы привыкли справляться без труда. Если молодые люди могут перенести заболевания на ногах и даже не знать, что они носители, то пенсионеры и люди пожилого возраста – это особая группа риска. И мы обязаны предотвратить летальные исходы и исключить угрозу заражения. И поэтому губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев принял решение ввести дополнительные меры, направленные на решение двух основных задач. Первое – это препятствовать распространению вируса. Второе – защитить самую уязвимую категорию наших пенсионеров – людей старшего поколения. Я обращаюсь к каждому из вас и прошу отнестись с пониманием к данным необходимым и жизненно важным мерам. Они могут показаться вам неприятными, непопулярными, но поверьте, на сегодняшний день это необходимость. Мы должны защитить жизни тех, кому тяжело справляться. И если каждый житель Химок будет находиться в безопасности, наша система здравоохранения сможет эффективно и быстро справиться с пандемией. В соответствии с постановлением губернатора Московской области от 29 марта 2020 года номер 162 введены дополнительные меры безопасности граждан. Уточню, режим самоизоляции не касается только руководителей и сотрудников предприятий и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения жизнедеятельности и безопасности граждан и, конечно, работников сферы здравоохранения, которым мы сердечно благодарны за их ежедневный и самоотверженный труд. Начиная с 29 марта, все жители, независимо от возраста, обязаны находиться дома и не покидать места пребывания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и прямой угрозы жизни и здоровью. Также допустимо передвижение от дома до места работы, если она не приостановлена, но только до работы и обратно. В период повышенной готовности запрещено проведение на территории Московской области досуговых, развлекательных, культурных, спортивных и других подобных мероприятий. Исключается посещение торгово-развлекательных центров, ночных клубов и дискотек. С понедельника закрыты все парки, скверы и зоны отдыха химок, и мы примем все возможные меры ужесточения контроля за соблюдением самоизоляции. При остановленной работе ресторанов, кафе, буфетов и вообще всех предприятий общественного питания допускается только обслуживание на вынос без посещения помещений, а также доставка заказов на дом. Оказание стоматологических услуг также ограничено за исключением заболеваний и состояний, требующих экстренной помощи в неотложной форме. Мы вынуждены обязать граждан строго соблюдать социальную дистанцию, не менее полутора метров, в том числе в общественном транспорте. Выгул домашних животных допускается исключительно рядом с домом, не далее 100 метров от места проживания. Приобрести необходимые продукты питания и лекарства возможно только в ближайших с домом магазинах и аптеках, которые продолжат свою работу. Однако призываю вас не подвергать свою жизнь и здоровье окружающих неоправданному риску. Для пенсионеров, инвалидов и людей с хроническими заболеваниями работает наша горячая линия и круглосуточно принимает заявки на приобретение лекарств и продуктов питания. Если у вас возникла потребность в доставке еды или медикаментов, вы можете позвонить на телефон нашей горячей линии и оформить заявку. Номер телефона горячей линии администрации 8495-573-7788, а также областная горячая линия Роспотребнадзора 8800-550-5030. Или напишите в мои социальные сети, они перед вами на экране. Специалисты горячей линии работают круглосуточно, принимают заявки, обрабатывают их, а дальше волонтеры доставляют до двери все необходимое строго в соответствии с оформленной заявкой. К слову, в Химках на сегодняшний день работает 294 волонтера, которые бесперебойно оказывают необходимую адресную помощь нуждающимся. За прошедшую неделю волонтерами уже обработано 207 заявок. Мы бесконечно благодарны неравнодушным активным жителям. Они ежедневно работают в плотном контакте с органами соцзащиты и коммунальными службами, также оказывая помощь в дезинфекции объектов общего пользования. В сложившейся ситуации на сегодняшний день одна из приоритетных задач – это тщательная дезинфекция подъездов. Вопрос дезинфекционной обработки у меня на личном и постоянном контроле. Ежедневно управляющие компании отчитываются о проведенной уборке в мобильном приложении, а качество выполняемых работ мы проверяем лично. Все средства дезинфекции применяются в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Работники управляющих компаний и, конечно, волонтеры оснащены необходимыми средствами защиты, а также проинструктированы о мерах безопасности. Помимо подъездов в ежедневном режиме обрабатывается 142 остановки общественного транспорта. Хлороактивным средством дезинфицируют все, чего касаются люди – металлические конструкции, перила и прочие элементы. Также мы хотим поддержать семьи с детьми, особенно тех, которые пользуются льготами. Дети, которые имеют право на бесплатное питание, получают продуктовые наборы, и их уже было выдано более 3,5 тысяч. Я также напоминаю, что с 26 марта школьники не могут пользоваться правом на льготный проезд. Действие их единой транспортной карты приостановлено до 14 апреля. Я думаю, вы понимаете, что эти действия необходимы для того, чтобы на весь период трехнедельных каникул дети как можно меньше посещали общественные места и находились дома в безопасности. Дорогие химчане, борьба с распространением коронавируса очень сложная, кропотливая, но мы сможем одержать победу, объединив наши с вами общие усилия. Меры, которых нужно придерживаться, известны всем. Но важно помнить, они не смогут работать без сознательности и ответственности каждого из вас. Прошу каждого отказаться от риска ради своего здоровья и здоровья окружающих. Оставайтесь, пожалуйста, дома. Будьте здоровы!